Вот. А публика дебилизировалась. А сейчас это просто животное. Поэтому смотрите не старые, а прежние ролики, которые вышли неделю, месяц, год назад, пять лет назад. И не только на канале Здравого Смысла. Есть несколько каналов. Это все не мне принадлежит. Понимаете, это какие-то хорошие ребята делают и к одаренному коню в зубы не смотрят. Делают и вот мои ролики нарезают. Какие-то из телевидения. Какие-то говорят, давайте будем вас в интернете записывать, выставлять. И, пожалуйста, популяризируйте мои идеи. Просто здорово. Несколько каналов, 5-6 каналов разной степени раскрученности и наполнения. Только мои ролики, так или иначе. Смотрите все эти ролики и прочитайте обязательно внимательно и книгу Первой научной, где база не только 2012 года, а вообще методологии истории, как создается миф, как делали этот миф, и потом как разоблачается этот миф с помощью документов. И читайте и не только первую монографию 2014 года, но и мои мемуары «Танго в одиночестве» 2007 года. Я тоже про Россию все сказал, что сейчас происходит. Про Россию абсолютно все. И на прошлом стриме, по-моему, цитировал про то, как я в 2007 году предсказал, что будет страшный именно вирус, который придет именно из района Китая и Азии. Именно. Все в 2007 году. Прочитали бы. Тогда наши идиоты-академики и наши идиоты из санитарной службы, сейчас не было проблем. Вот. Поэтому смотрите. И серьезно. Не надо ждать следующего стрима через две недели, месяца. Уже не могу. Надо делать больше перерыва. Как-то не хочу как-то чувствовать на работе. Мне все. Давай уже. Не хочу регулярность. Я же все-таки не пролетарий, чтобы регулярно работать. Да. Даже в удовольствие. Значит, смотрите постоянно то, что было. Потому что там не просто все актуально. То, что я говорю, это навсегда. Это всегда так. И это заранее. Если вы посмотрите мои ролики пятилетней давности, вы будете знать новости, которые отчасти произошли, а отчасти еще произойдут позже. Точно произойдут. Так что вот. Так вы не сделаете ошибки. Давай дальше. Вот такой вот пришел донат-обращение от Сергея Капустина. Он отправил тысячу. Друзья, поклонники творчества Евгения Николаевича, в свете последних событий мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы наш маэстро стал более популярным. На протяжении всей прошедшей недели школа, в которой я работаю, гудела. У всех на устах были новости последних дней, и только один вопрос, идти или нет. Мне методично и последовательно пришлось излагать тезисы, высказанные ранее Евгением Николаевичем. В итоге, я совершенно четко и ясно осознал, что понимал раньше, но не так очевидно. Я получил новый мощный жизненный импульс. Друзья, поклонники творчества Евгения Николаевича, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы наш маэстро стал еще более популярным. Поймите, Евгений Николаевич единственная альтернатива для школьников, молодежи и всех здравомыслящих людей. Обратите и вы этот импульс, и я убежден, что ваша жизнь преобразится. Да, все, да? Да. Ну, изумительный текст. И вообще, вот есть исключения, вы знаете, я так достаточно презрительно отношусь к учителям и так далее, имею на это все основания личные, исторические и прочие, но есть фантастические люди, которые в этом сложном контексте, и небогатом, и сложном, и все-таки с детьми и так далее, каждый день, но и такие подвижники, такие умницы, такие граждане, такие блестящие люди, что вот, ну, снять перед ними шляпу и поклониться, изумительные. Но здесь, вот сказать, популярные, да что, при всем, видите, я не очень скромный человек, но дело же не в моей популярности, дело в том, что то, что я делаю, мои принципы, мои открытия научные, общественные, они очень важны для всех, и чтобы я в этом смысле тоже имею какую-то, ну, выгоду, не в смысле известности собственной, а чтобы вжить в обществе психически и умственно здоровых людей, которые не верят в религиозные бредни, которые не слушают пропаганду коррупционеров государственных и так далее, это очень важно. И в то же время, кто не слушает каких-нибудь фанатиков, авантюристов типа Навального, вот это очень важно, который сегодня стал, он не смог стать тараном, он не смог снести Путина, вот, он смог стать только бузатером, который сажает людей, себя и людей. Вчера сколько? Полторы, две, две с половиной тысячи людей оказались за решеткой, да? И я всю ночь не спал, всю ночь, потому что мне звонили через три этих лиц, а можете ли вы помочь вытащить? Ну, что это? Понимаешь, вот таких идиотов. Поэтому школьники должны заниматься чем? Должны заниматься читать, гулять, познавать мир, изучать мир. Только когда вы поймете вот этот мир, изучите, тогда вы можете принимать какие-то решения. и эти протесты, это взять на связи с чем разбить. Неважно, машину, там, каску, забор, витрину. Вы сначала что-нибудь, вы имеете право что-то разбить, матерное слово пропускаю, только когда опять пропускаю матерное слово, вы что-то сначала сделали. Иначе вы просто подонок и дерьмо собачье. Если вы разбиваете, ничего не создав. Вот честно. Грубо, но честно. И вот не будьте шкалотой, которую ведет этот дебильный кукловод, да, вот с такими зубками и с таким сморщенным, такой худой Ельцин, да, такой, Навальный – это Ельцин в облах. О, Навальный – это Ельцин в облах. Значит, будьте школьниками, ну, тоже не король Людовик XIV, но школьники – это те, кто в этом возрасте познают мир, читают, влюбляются в красивые, изучают музеи, изучают природу и как таким, как бы, ну, саму природу вот научно, да, и природу познают еще эмоционально. Вот это очень важно. И тогда вы не будете рабами, не будете ведомыми, а вы будете вести. Знания вам дадут такую свободу и силу, что за вами будут идти, и вас не обманут, а не вы будете за кем-то бежать, роняя тапки и прочее. Вот, вот, вот так вот, вот примерно так. А я сказал, что если вы хотите, действительно, гнилой режим, что там говорить, да, но растикточьте, растикточьте, и везде, в ВК, и везде, и не только мою книгу, да, но и ролики, где я борюсь с ложью пропаганды государства, на которой режим держится. Режим держится не на ОМОНе. Режим держится на религиозной пропаганде, на пропаганде выдуманных, так сказать, побед в таких, как бы, военных конфликтах, которые мы уже сами, извини, так или иначе спровоцировали, иногда даже начали, и столько погубили миллионов, бездарно, сколько враги ни у себя не погубили, и так далее, и так далее. А родители вашим обманывают, что, ладно, мы воруем, воруем, но зато мы здесь едины, зато не те, а мы тут здесь, понимаешь, вот это тут здесь, вот это тут здесь, надо выбить этот фундамент, только на этом держится режим, а не на ОМОНе. ОМОН сдаст, ОМОН сам может вполне повернуть эту самую дубинку в другую сторону, и, кстати, повернет, я так думаю. Вот, но это, кстати, не поможет, потому что найдутся другие, а те еще и простят, и переродится. Вы знаете, вот Навальный, а чем, объясните мне, вот вы школьники, школьники хорошие, школота плохая, а найдите 10 отличий между Навальным и Путиным. Это действительно, смотрите, ну вот базовая духовность, Путин декларирует, что он верующий. Он не просто декларирует, ну просто вот, ну я не знаю, там все пропитано православием. Помимо того, что он встречается постоянно с главным раввином, главным муфтием, у них там дружба народов и так далее, то есть, все вместе, он член КПСС, при этом КГБшник, при этом православие, хотя именно чекисты восстанавливали патриарший престол в пику Гитлеру. Короче говоря, Навальный, весь из себя тоже, ну у него нет таких возможностей, особенно по монастырям, но он говорит, что он пост соблюдает, и он православный, и ходил к покойнику Чаплину, значит, который сдох, этот вот такой Боров был, есть борщ, что тоже духовность такая, да, так, Навальный придет на ваших горбах, на то, что вам будут морду разбивать ОМОНовцы, и правильно сделают, в Кремль, если его не прибьют, приведет, первое, что он сделает, он запретит говорить правду, что Бордино, это поражение русской армии, первое, если еще Путин официально в речи сказал, что историки говорят, что нерешенный, есть разные мнения историков, еще нерешенные, да, может быть ничья, это официальная речь Путина, кстати, на Бородинском поле, и кого позволяет и то, и то, то Навальный просто, он другого характера, это вообще, вот реально, он будет подписывать расстрелы, в секунду, значит, он запретит точно это, а религия, так же будет, так же, а какая разница, и его, этого ГОП-компания, она просто заменит озеро, вместо озера будет это самое, эти его шизики, которые сейчас из-за границы призывают вас идти, превращаться в фарш, вот все.